Я прошу выйти Сергея Владиславовича Хозлова, потому что сейчас я его буду поздравлять. Дорогие друзья, Сергею Владиславовичу 19 мая исполнилось 4 и 18 лет. Иди сюда. Я тебя поздравляю и я тебе даю самое лучшее, что у меня есть дома. Это песни Висбора. Двухтомник Висбора. Здесь, значит, его стихи и прозы. Самое лучшее в ней, если честно, больше нравится его прозы. Спасибо. Большое, тебе больше человеческое спасибо. Еще раз днем развития. Сережа, я ездил сейчас в город Верхний Мамон, вытащили оттуда танк КВ. Я специально для тебя взял шланг в трусах, я сейчас это найду и покажу. И размывал танк КВ, чтобы украсть кусочек танка КВ. Я украл 3 кусочка танка КВ, специально сегодня ленточку связал, чтобы тебе подойти. И забыл это дома, естественно, на 100 метров. Поэтому я вам даю клязну, честная подъездка, что это снаряд от танка КВ, развороченный взрывом. Он очень красивый с виду. Ну да. И я хотел самый главный подарок, это, конечно, кусок танка КВ, а это уважение. Ну и, дорогие друзья, есть такая поколка, где тебе лучший подарок? Я хочу от себя немного позабавить. Мы познакомились на праздновании одного из, в общем-то, одной из следовщин главного управления генерального штаба. Мишка напел свои песни. Мы с Димой готовились, праздновать 20 лет нашего отряда. Кстати, мы знаем, как мужик здорово поет такие басные песни. Давай подойдем. Ну, набрались милости, нашли. Познакомились. Это было в 1998 году, 5 ноября 2016. С тех пор мы с Мишкой дружим постоянно. После этого он написал целый цикл песен, посвященных нашему отряду, спецназу. Он пришел к нам на встречу, в общем, посмотрел сюжет и проникся. Вообще, человек, конечно, я ничего не про него рассказываю. Все эти его, наверное, точно так же знают, как и я, а то и лучше. Но я просто хочу обратить внимание на одну особенность. Немного, в общем-то, таких поэтов, которые принимали, в общем-то, общаясь с кем-то, принимали на себя ту информацию, проживали по вот эту жизнь и потом выдавали стихи и песни. Мишка – это тот самый человек, он настолько здорово такие песни пишет про спецназ, что когда он приезжал к нам в бригаду на празднование, значит, очередного, в общем-то, юбилея отряда, ему подходили ребята, ну, младший нас, кто там в Чечне воевал. Я говорю, «Товарищ полковник, а вы где воевали там в Чечне?» «Когда еще там?» Он, как обычно, говорит, «Я стопная крыса». «Да ладно». То есть, ему никто не верил. Вот, Мишка, я просто еще раз хочу поздравить тебя с твоим 50-18-летием. Вот. И, ну, пожелайте тебе, безусловно, творческих успехов, прежде всего здоровья, конечно. И чтобы вот твой дар, он ежегодно, как, знаешь, бриллиант, который отмывается или по-новому как-то оградяется, вот, сиял и сверкал все ярче и ярче. Счастья тебе! АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Владиславович Козлов сделал первый результат. Вот очень удивительные, спокойные, интеллигентные люди. Это нас. Показывают свои фотографии. Лежит гора оружия китайского. Стоит человек. Козлевич. Вязаные шапочки. Извините. Пидорка такая. Ну, мы все в этой, конечно, ходим. На лице у него написано, открытая неприязнь ко всем другом. Ну, я его очень понимаю. Он говорит, это вот результат. Куча оружия, да. А вот идея, говорит. А вот потом еще куча оружия. Это, говорит, вот Саня Пашинцев. Его реализация, а идея моя, говорит. Глава Анастасия. А. Глава А. — Продолжение следует...